Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, сегодня с утра занимаюсь отливками свинцом. И вот смотрите, такая ситуация. Вот хотел показать вам так характерно. Переклад судьбы. Переклад судьбы. И вот этот переклад сделан в самом раннем детстве, может быть в младенчестве. То есть вообще рано-рано. То есть судьба, чужая судьба, положена на, так сказать, на другого человека. Сделано это магическим образом. Вот видите, вот эта вот шишечка, это корень рода. Левая часть род матери, правая род отца. Ну здесь, конечно, карма достаточно жесткая. Много ветерей этих народов, так сказать, таких вот неприятных наростов. Это показывает карму по матери, по отцу. Но вот эта вторая шишка, это значит чужая судьба, которую, ну, этому человеку кто-то сделал. Колдунья. То есть ношу чужой судьбы. И, конечно же, друзья мои, поменять это, ну, конечно, нереально. Но попробовать свинец все равно отливает. И часть вот этой вот негатива из той судьбы, которая наложена, все-таки уходит, убирается. То есть полностью, тем более если это было сделано в младенчестве, человек уже в большую часть своей осознанной жизни прожил с этим. Конечно, в чем-то изменить нельзя. Но подкорректировать вполне можно. Итак, драгоценные мои друзья, вот такой характерный. Да, вот чем вот такие вот большие плечи, вот такие большие шишки, это означает переклад судьбы на отливке. Но они бывают выше, это значит, что судьба была переложена в более старшем возрасте. А вот здесь вот как бы судьба почти одновременно. В младенчестве это сделано, видимо, кем-то из ближайших родственников. Или, может быть, даже в роддоме это производится. Или бывают религиозные деятели, ну, как бы, которые производят какие-то обряды, тоже могут это сделать, если они, конечно, недобросовестны, одержимы бесами или шайтанами. Все, драгоценные мои друзья, пока, счастливо.